Здравствуйте, мои дорогие! И сегодня я хочу рассказать вам о моих покупках. Покупки были и косметические, и из одежды. Я не знаю, насколько я наболтаю, может быть, это видео разделится на два, на покупки одежды и покупки косметики. Сразу хочу начать с Клоранс. Это неделя, и прошлая неделя, и, в общем, две недели подряд, это неделя Клоранс в моей жизни. Все началось с того, что недели две назад, опять-таки, у меня появилось ощущение, что у меня, вернее, не появилось ощущение, я просто увидела, что моя кожа безумно сухая. Мне не помогают никакие мои крема, ни веледовские, которые вот скинфуд, или как там так называется, зеленый, ни масла какие-то, ничего мне не помогают. У меня кожа скукожилась, видимо, вот этот переходный период, зима, весна, и вот эти колебания температуры, и кондиционеры, и печки, и вообще какой-то ужас. Кожа абсолютно отвратительно выглядела. То есть она сухая, она скукоженная, она морщинистая. Я вообще просто в ужасе была, потому что мне ничего не помогало. Я, ну, в общем, очень расстроена была. И я вспомнила, что у меня был недавно, ну, как недавно, несколько месяцев назад попалась коробочка с двухфазной сывороткой Clorans. Вот. Она мне очень понравилась, и еще тогда я загорелась покупкой ее, но она стоит действительно очень дорого. Она стоит без скидки в Рикгоше 5500, по-моему. Со скидкой она 4, ну, как-то она около 5 стоит, 5 с чем-то точно. Со скидкой она стоит 4200. 4100 с чем-то там, 4200. Ну, в общем, 4200 за 30 мл, конечно, это самоубийство отдавать. Но я была настолько просто убита своим состоянием, состоянием своей кожи, что я долго ходила, мне действительно было жалко этих денег. Я знала, что продукт стоящий, знала, что он мне поможет, но мне было действительно жалко денег просто. Вот, ну, это невероятно. Ольга, она говорит все время, я как твой финансовый аналитик, я не одобряю эту покупку. Вот. В итоге мы с ней ходили-ходили, и я говорю, пошли все в Рикгоше, покупаю эту сыворотку. Хотела сначала какой-то набор там есть в Рикгоше, к Новому году, но их все раскупили. Короче, мне пришлось купить вот эту сыворотку, чисто вот ее. На 50 мл я, конечно, уже не разорилась, потому что она там вообще около 6000 стоит. Ну, 30 мл я купила. И я безумно счастлива. Я безумно счастлива, потому что она мне с первого раза, с первой ночи сделала офигенную кожу. Просто у меня была сыворотка, которая мне очень подошла. У меня было вообще много сывороток. Я хочу сделать отдельное видео о ней, потому что действительно стоящий продукт. Было много сывороток, и подошли мне из этих многих сывороток только три. Вот это Clorans Double Serum, Clinique Smart и Estee Lauder. Не помню, как она называется. У меня был пробничек. Вот эти три сыворотки мне подошли, очень хорошо, быстро восстанавливали кожу. Но вот это просто самый, я не знаю, чемпион скорости по восстановлению кожи. То есть я пришла вечером, нанесла ее на ночь. Потом там дали еще пробнички, о которых я сейчас тоже расскажу. И нанесла ночной крем обновленный, вот этот, мультиактив жур, вот, и сыворотку эту. И на следующее утро я встала, просто у меня кожа наигладчайшая, как у младенца просто. Я сделала обязательно отдельное видео, потому что сейчас я не хочу много говорить. Ну, в общем, будет обязательно отдельное видео. Короче, очень крутая сыворотка. Я безумно ее люблю. В общем, не буду много говорить. Очень хорошая Double Serum Colorance. Вот у нее тут две фазы. Одна такая вот, половинка как бы, а вторая, вот, они скреплены. И при смешивании они выдают уже сразу две фазы. Такая она беленькая и желтенькая, собственно. И потом вот смешиваешь, и на все лицо наносишь. Вот, в такой коробочке. Ну, сделала обязательно отдельное видео, потому что достойный продукт. И крем. Вот в этой коробочке я покупала набор Colorance Multi Active Jure. Покупала его по, можно сказать, распродаже. Он там по 3 тысячи целый набор стоил. И вот этот крем. И мне сказали, что типа он обновленный выйдет. Там только клет, то ля-ля-ля. Я купила этот набор. И когда я сделала обзор покупок, и вы мне сказали, что он уже вышел. Я просто была зла на эту консультанцию. Думаю, ага, он уже вышел. Как я фанат Colorance. Не знаю, что он уже вышел. В итоге, короче, мы пошли как-то вот только, когда я покупала этот Double Serum. Нам дали пробнички вот такие вот. Тут ночной и дневной, собственно, вот этот крем. Тут они были. Вот так они выглядели. И я попробовала дневной и ночной крем. И, конечно же, я влюбилась. У них совершенно другая формула. Вообще, отличающаяся от вот этого. Вот этот вообще не впитывается. Ну, по сравнению с... Я его купила новый. По сравнению с обновленной формулой, этот вообще не впитывается. И, короче, я отставила его на задний клан. Хотя тут осталось уже половина еще осталось. Вот. Но я просто на фоне вот этих пробничков я не смогла пользоваться больше вот этим. И купила новый, хотя он тоже вышел довольно дорого. Ну, где-то со скидками, со всеми там еще подарочные карты у меня были. Где-то вышел он в 2000. Так что, ладно, еще нормально. Вот. И такие вот пробнички. Тут, кстати, такие для ежедневника наклеечки. Вот. И когда я пошла покупать... Расскажу просто всю историю. Такая приятная история. Пошла покупать вот этот кремчик. В такой вот он коробке. Вот. Обновленный. Я попала в клиентский день Clorans. Мне дали вот таких штучки три. Потом мне дали еще ночной кремчик. Дали кучу пробничков тонального. Какой-то мгновенный еще кремчик для разглаживания кожи. И там была... Там был ведущий. И какая-то у них там... Ну, вот это открытый день, этот клиентский день был. Там какие-то подарки разыгрывались. Я говорю, я тоже фанат Clorans. Давайте мне подарок. Ну, грубо говоря, хочу... А, вот. Все, на месте. И, в общем, там я ответила на пару вопросов. Мне дали такую масочку в подарок. И наклеечку. Я ее на телефон наклеила. Написано тут Clorans и в сердечке. Оно такая выпуклая. Ну, на чехол я наклеила. Мне удобно. Я как раз держу телефон вот так. Я об этом вот штучку. Очень приятно. В общем, отдельное видео будет. Дальше поехали по покупкам. Не буду задерживать вас. Но безумно рада я этим покупкам. Это просто вообще очень крутые вещи. Очень... Ночной крем тоже супер просто. Надо еще ночной покупать. Вот. Дальше покупки. Покупки вот такая вот. Эликситановская стопроцентное масло Carite. Оно очень-очень-очень спрессованное, твердое. Его очень надо разогревать в руках. Но оно очень круто увлажняет. Стоит оно, по-моему, 400 рублей. Вот там лимитированная у них серия вышла такая. Так что идите покупать. Очень хорошее. Я его на губы наношу, на руки наношу. Все отлично. Дальше покупочка тоже была The Body Shop. Такой вот. Свою любимый с конопляным маслом. Крем для рук. И покупка просто, которая взорвала мой мозг. По цене и по марке. Это некая Белла Оджи. Оджи, скорее всего. Это BB крем. Стоит он 250 рублей. Покупала я в Улыбке Радуги просто пальцем в небо. Офигенная вообще вещь. Он очень легкий. Он не для проблемной кожи. Он не замаскирует, но он очень хорошо выравнивает. Он очень хорошо держится. Для бюджетного BB крема или даже тонального CC. Не важно. Для какого-либо тонирующего бюджетного средства. Это верх вообще похвалы, что он хорошо держится. Он реально 8-часовой день продержался идеально. Он нигде не поплыл. Ни в какую складочку не зашел. То есть я вообще просто потрясена на самом деле. Я подпишу внизу, как он называется. Тут даже есть SPF 15. Это какая-то итальянская марка. Тональный крем для лица. BB крем плюс 5. 5 плюс. Оттенок 01 light. Все. Тут больше даже ничего не написано. Ухаживающий туда-сюда. Ничего этого нет. Просто вот такой вот. Очень крутой. Я его смешиваю. Иногда я его так самостоятельно наношу. Иногда смешиваю с метеоритами. Ну, в Baby Glow Guerlain. И вообще отлично получается результат. У меня сейчас на лице. Вообще просто 250 рублей. Я настолько была в шоке. Я взяла просто так вот. Хотелось что-то тонирующее на лицо. Новенькое. Поры не забивают. Очищается, вычищается. Хорошо смывается. Вообще. Дальше у меня Ольга недавно пошла делать брови. И ей посоветовали взять вот такое маслице. Я его до сих пор не поняла. Но расскажу. Может быть кому-то пригодится. Масло для укрепления ресниц. Вообще, так как у нее брови так не очень густые. И сказали, чтобы маслом мазать, и они будут лучше расти. Это значит такое косметическое масло для укрепления бровей и ресниц. Эльма. Питает, увлажняет, восстанавливает естественный цвет. И состав масло кастровое, масло репельное, масляный экстракт крапивы, масляный экстракт расторопши, витамины комплекс А, Р, Р, гиалуроновая кислота, витамин Е. Это как выглядит, как тушь. Такая вот штучка у нее здесь, обычная щеточка. Очень она масляная, просто там сбор масел таких вот. Вот. Покупала я ее в университетской аптеке за 200 рублей, 210 рублей. Вот. На ресницы я не думаю, что она сработает, потому что я один раз только ее нанесла, мне не понравилось. У меня она как-то в глаза затекла, и у меня все заплыло, все масляное стало, жирное. Я ничего не видела, я терла, у меня еще хуже становилось. Ее наносишь на ресницы, как бы на длину ресниц, а в корни она как таковая особо-то и не попадает. А ресницы-то из корня растут, поэтому на глаза, на ресницы я не думаю, что она целесообразна, но для бровей она очень крутая. Она выдает свой цвет, хорошо она ярче делает свои брови. И как раз-таки она на волосяные луковички, она попадает очень хорошо, и ей удобно работать. Так что вот кто ищет какой-то такой уходовый продукт для бровей, советую 210 рублей. Просто вот на брови нанести на ночь, и они вот так вот будут увлажняться. Но вообще вот этот сбор масел, он всегда хорош, и для волос кастровое и пейное масло всегда идет. Поэтому чем тут волосы, чем тут волосы, все нормально. Вот, так что такая вот тоже покупочка. И еще две покупки, которые очень меня порадовали. Я всегда на подарки женщинам в последнее время покупаю вот такой вот гель для душа сифоровский. Мне он безумно нравится и ценой, скажем так. Он что-то в районе 150 рублей, 200 стоит, как-то так. И ароматами, все ароматы мне безумно нравятся. И как он действует, как он хорошо увлажняет. То есть вот такого вот я много разных ароматов взяла в подарки. А вот этот я взяла себе цветок хлопка. Безумно вкусно пахнет. Вообще невероятно. И такая вот сифоровская. У меня какая-то к сифоре особое отношение. Какой-то он и не люкс по цене. Хотя и в то же время иногда у него продукты довольно дорогие есть. И какая-то она в то же время очень достойная марка. Вот у меня очень много продуктов. По крайней мере у меня их нет. У меня есть лак. У меня вот я по тестам очень мне нравится. Но они действительно вот декоративка у них немножко дорогая. Мне как-то жабы душат покупать. Но в целом у них есть огромное количество крутых продуктов. И кисти у них хорошие. Ну вот в общем такие вот гель для душа. Очень мне нравятся их. И взяла на умывалку. Умывалка умывает вообще... Вообще вот я не знаю. А он смывает все. Чуть ли не кожу смывает. Ну то есть она очень мягкая, очень деликатная. Очищающий гель для лица. Сделано во Франции. Все. Такой вот умывалочка от Sephora. И очень хорошо умывает. Очень хорошо снимает макияж с глаз. Вообще просто даже никаких кругов Джокера не остается. Очень хорошо снимает сам макияж. В поры залезает хорошо. И потом кожа такая немножко даже скрипит. Потом немножко увлажнения нужно нанести. Но даже если не наносить, после него кожа не сохнет. Очень мне понравилось. Такой вот. Стоит он что-то в районе 350 рублей. 400. Там как-то вообще очень хороший. Просто взяла вот так вот. Потому что у меня кончили все умывалки. И взяла, чтобы было. И очень мне понравилось. Так пальцем в небо и попало. Вот. Дальше взяла последнее из косметических, по-моему, если я ничего не забыла. Такие вот масочки еще не попробовала. Расскажите мне, как вам нравятся такие маски для глаз. Тут, значит, тканевая маска для глаз Жемчуг выравнивания с эффектом сияния. И тканевая маска для глаз Женьшень тонизирования и восстановления. Ну, еще там на подарки к 8 марта всякие разные взяла тоже. Мне нравится, как они упакованы. Ну, очень достойно так. Расскажите, как вам нравятся такие масочки. Потому что я еще не пробовала. Взяла бы, чтобы так им не понравились. А вот это вообще прям такая она блестящая, красивая, сияющая. Бумаженция. Вот. Отдельное видео про Клоранс будет. И я думаю, что, может быть, сейчас я, наверное, и вставлю одежду. Давайте чуть-чуть расскажу про одежду. Значит, во-первых, вот эта блузка на мне. Я покупала ее в Мексе. Вернее, у нас сейчас Мекс в Меке Парнас стал не Мексом, а Корнерс. И там собраны Том Тейлор, какие-то неизвестные, непонятные, дорогие марки. И в том числе Мекс. И вот эта рубашка, я ее как-то, блузочка такая, можно сказать. Я ее... Такая вот она, и тут рукава. Так, рукава-то просто немножко длинноватый мне. Но можно вот тут засучить, и будет как бы нормально. Но я ее вот так вот делаю, и мне хорошо. Она меня купила вот этим бантиком, который пристегивается к пуговке, просто ленточка. И тут такая вот красивая гофре, что-то в этом роде. По распродаже она стоила 2 200, что-то такое. Конечно, не бюджетно, но очень такая достойная, мне кажется, элегантная блузочка с таким а-ля Жабо. Очень мне понравилось. И марка это совершенно какая-то, не знаю ее, More & More. Больше и больше, что-то в этом роде. Вот. И еще. Недавно такая вот интересная судьба меня свела с потрясающей девушкой. На работе я работаю с Юльчиком, если меня смотришь, привет. И она, у нее есть подружка, тоже Катя. И у Кати есть свой магазин платьев. Там сложная история создания. Сначала они там, у них тканями просто они торговали, потом они стали выпускать платья. И довольно давно, они уже 11 лет работают, эта фирма, и выпускают они, значит, платья. Платья называются Текстиль Хаус. Вообще фирма Текстиль Хаус. И Катя, которая, вот, собственно, идейный вдохновитель и хозяин всего этого прекрасного дела, она предложила мне, вернее, Юлечка меня посоветовала ей, как в качестве модели они делают фотосессию. Там будет 5 девушек, на которых будет фотографироваться платье. Вот. И я, в общем, в такую тему вписалась. Я за любой кипиш, кроме голодовки. Вот. Поэтому я очень счастлива, эта фотосессия еще впереди. Но вчера я ходила на примерку, и там приобрела несколько вещей. То есть, одно платьишко мне в подарок, но я его еще не покажу, потому что оно будет подарено мне на фотосессии. Вот. А остальные вещи я купила. И что самое, почему я так долго говорю, чтобы вы прониклись вообще этой темой, это золотое дно. Это просто кладезь платьев. Это, я не знаю, как еще описать, потому что там платья стоят по 300 рублей, по 400 рублей, по 500, по 600, 1000 даже за очень крутые платья. Вот я искренне говорю, это никакая не реклама, они меня не просили это говорить. Просто я настолько была в шоке, когда я не знала, сколько у них стоят эти вещи. Я пришла, померили мы все, там, какие платья на фотосессию, отобрали, все отсняли. И она говорит, ну, можешь посмотреть, там, одно мы тебе подарим платьишко, а там, если хочешь что-то там для себя еще, ну, пожалуйста, там огромный-огромный магазин еще у них. И я выбрала себе несколько вещей, которые сейчас покажу. И вот эти вещи я купила. У меня получилось, сколько у меня, юбка, кофта, два платья, у меня вышли на 1650. Причем очень крутое качество, очень крутые ткани, очень хороший пошив. То есть я настолько была в шоке, я говорю, ну, когда вот мы еще мерились, я говорю, сколько у вас вообще, ну, вещи-то стоят. Она такая, ой, да у нас дешево. Я говорю, ну, сколько, ну, платья там, ну, тысяч три, ну, как обычно в магазинах, да, стоят там тысячи три-четыре, там. Она, да нет, у нас там по тысяче, там, мы дешево. Потому что, ну, как бы понятно, что народ не будет там какой-то из, в принципе, хорошей ткани, но она не какая-то там ткань Валентина. Покупать безумные, за безумные деньги платья, как вот там, например, в каких-то торговых центрах висят платья. На них смотреть просто невозможно. Из обычной еще ткани, но они там стоят по пять тысяч, а что? А тут вот цена и качество просто вот равенство такое. Вот, и, собственно, там я купила несколько вещичек и думаю, что еще пойду у них там приобретую что-нибудь. Причем там, ну, я думаю, что, может быть, если интересно, я сделаю отдельное видео, там можно совместные покупки делать, и там еще дешевле выйдет. В общем, там реально очень такое просто золотое дно платья, потому что там огромное вообще количество одежды, платья, брюки, юбки, кофты. Все там есть и реально дешево. То есть, и не так, что какой-то ширпотреб, а реально качественные вещи, но я вот сейчас покажу вам. Вот, в общем, я была реально вчера в шоке и очень рада, что меня судьба свела с таким человеком. Я оставлю внизу ссылочку на сайт. Посмотрите, если понравится, пожалуйста, я никого ничего, просто вот хочу показать вам свои покупки за такую просто бюджетную цену. Я реально была в шоке, очень хочу, чтобы, очень хочу с вами этим поделиться, потому что реально сейчас кризис, одеваться хочется красиво. И как бы вот есть конкретно вариант, который я даже не представляла, что за такую цену можно купить столько одежды. Вот, в общем, давайте, сейчас пойдет одежка. И всем спасибо за внимание. Наверное, надо сейчас попрощаться уже. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. Ставьте пальчики вверх, если понравилось. И всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Симон»